Всем привет! Добро пожаловать в Волокнопару! Сегодня, безо всяких вступлений, брожений, мы просто отвечаем на ваши вопросы. Вопрос от Екатерины Графудиновой. В продолжении, помните, то ли в прошлом, то ли в позапрошлом. В позапрошлом, да, в видео мы отвечали на вопрос про внешность человека. И вот вопрос, что для вас самое главное во внешности человека противоположного пола? Ну, я по-прежнему, мне всё равно, какого пола человек. Для меня очень важно, чтобы человек выглядел опрятным. Что в опрятность входит? Даже то, в каком состоянии у него кожа, зубы, ногти. Руки очень привлекают моё внимание. Отделение, одежда, ну всё, всё должно быть аккуратненьким, чистым. Вот для меня, например, не важно, насколько богатый человек одет. Я просто всё время смеюсь над нашими продавцами в магазинах. Если человек приходит не весь там увешан золотом, то это не человек для них. Они каждый раз удивляются, что какой-нибудь непонятно одетный в драных штанах, гедах. Достает вот такую пачку денег. Понимаете, вот для них это важно. А для меня очень важно, чтобы человек был чистеньким и аккуратненьким. Для меня тоже очень важна опрятность и зубы. Потому что его надо будет целовать, я так подозрила. Да, у тебя противоположный пол с зубами связан. Ну, противоположный же пол с зубами. То есть ты не лесбиянка? Мне уже сказали, что нет. А мы же ещё надеялись. Теперь я буду всё время прокатываться по этому вопросу. И правильно. Ну, про Басю уже, видишь, нам вопрос задавали. Почему она девочка к вам пристаёт? Действительно. Бася лесбиянка, скорее всего. Бася, Бася по барабану вообще. Она бисексуалка. Господи, Боже мой. Босенька, лозись, мой слёткий. Босенька, лозись, не надо туда ходить. Иди ко мне. Туда не ходи, а то снег в башка попадёт. Совсем мёртвым будешь, да? Давай ложись, детка. Детка, конфетка. Вопросы от Влада Бэнкса. Влад, очень радует меня, что задаёт столько вопросов. Да. Так. Нет? Да, нет, не нет, а я просто думала, может, ещё и выше. Вопрос. Как вы любите совершать покупки для дома? Имею в виду декор, мебель, посуду и так далее. Как часто вы это делаете? Каким способом через интернет, магазин, каталог? Мы в основном это делаем в магазине. Мебель в Икее. Мебель, да, в основном в Икее. Декор мы в основном тоже в Икее покупаем. Почему? Декор в разных местах. В Стокмане мы покупаем. В Стокмане, в Красном Кубе. Ну, вы знаете, вот такие вещи я, наверное, ещё ни разу не покупала через интернет-магазин. Вы знаете, у нас на самом деле ещё не доведён дом до вот состояния, когда всё сделано и всё сдекорировано, потому что мы уже много лет находимся в процессе. Сейчас я всё время просматриваю магазин, ну, у меня есть приложение H&M, я не только одежду там просматриваю, но и всякие вещи. Мы там ещё ничего не про... Ну, декор я имею в виду. Мы ещё там ничего не покупали, но я всё время маме показываю, и мы всё время там что-нибудь смотрим. Зархон, ты мне показываешь, и мы заходим в магазин Зархон, и несколько вещей мы себе уже приглядели, которые мы обязательно купим там. Вы знаете, по поводу посуды, у меня столько посуды, что, как есть фильм такой, вам и не снилось. Но, тем не менее, вот почему-то нас тянет на какую-то такую деревенскую посуду, простую совершенно. Не говори вот это вот нас, что мы всё время вместе. Китайскую ещё тянет. На какую китайскую? Ну, какую-нибудь, что-нибудь квадратненькое там, простенькое. Ну, вот в Икее мы иногда какие-то мисочки совершенно простые, не фарфоровые, а совершенно какие-то там простые покупаем. Да я вообще не вижу смысла покупать какую-то посуду большую, чем из-за херамики. Я тебя никогда в жизни за посуду не ругала, потому что меня мама очень ругала. Я в своё время столько посуды поперебила. У мамы была родная тётя. Да мне самое обидно, когда она бьётся. У нас разбилась маслёнка, по-моему, она французская была или какая-то. В Париже мы покупали. Я говорю, что ты платишь? Всего-навсего маслёнка. Она такая классная была. Вот этой тёте, муж её, дядя Коля, он на каждый праздник 8 марта дарил ей чайный сервиз, потому что за год тетя Зина обязательно сервиз разбивала. И мне мама всегда говорила, ты вся в тетю Зину. И за каждую ерундовую чашку меня просто гнобили. Я решила, что никогда в жизни своего ребёнка за битую посуду ругать не буду. А буквально недавно мы узнали, что на самом деле все эти фарфоровые сервизы, ну так, знаете, как золото покупают, чтобы продавать. Сервизы тоже покупают, чтобы потом продать. Они ничего не стоят, на самом деле, если вот их продавать уже. Кристина Курамшина спрашивает, будете ли вы выкладывать видео, видео-макияж на Хэллоуин? Ну вот. Хэллоуин прошёл. Как вы видите, видео не было. Времени у меня не было, но у меня есть целых три макияжа с прошлого года, и вы могли их посмотреть. Я в прошлом году у Хайдуковой. Я даже после дня рождения подруги пришла и ночью сделала макияж клоуна и сняла его, отредактировала и выложила. Так что в прошлом году я была молодец. А в этом году я так и не смогла никуда пойти, потому что с друзьями мы так и не собрались. И дел сейчас было очень много, так что на Хэллоуин я никуда не пошла. Но в центре... И слава богу, сегодня день траура. Какой Хэллоуин. Да, сегодня день траура. Вся страна скорбит. Вчера всё, видишь, уже Хэллоуин прошёл. Да. Ну а сегодня всё, да. Марина Романович, вдогонку к видео про эти розочки яблочные, не поняла, во второй партии вы ошпаривали яблоки водой, да, заливала кипятком и тоже вода была лимонная. Да. Обязательно. Но это для того, чтобы яблоки цвет не теряли и не чернели. И расскажите, для чего нужно молочко и как им пользоваться? Оно заменяет умывание водой? Какое молочко? Косметическое. А, я думала про еду, а потом сразу про молочко. Нет, это уже следующий вопрос. Думала, какое молочко? Какое умывание водой, яблоки? Что, что, что? Я молочком не пользуюсь, потому что у меня сразу почему-то раздражение на коже начинается от молочка. Но мама пользуется. Да. На мой взгляд, молочко – это просто снятие макияжа, а не умывание. Молочко отнюдь не заменяет умывание. Умывание – это снятие поверхностного слоя макияжа. А молочко, оно во время действия, его нужно наносить на 1-2 минуты, оно расширяет поры, открывает поры и вытягивает из них всю грязь. Соответственно, после того, как вы снимаете молочко, я не знаю, косметической салфеткой, или вот как я, губочкой смоченной в воде, после этого нужно обязательно нанести, пройтись тоником по лицу, чтобы поры закрыть. Вот тогда у вас происходит полностью очищение. И, в общем, в принципе, я не вижу необходимости уже там начистки на всякие ходить, если вы аккуратненько, культурно ухаживаете за собой ежедневно. Вопрос от Натальи Буряк. Последний будет вопрос у нас на сегодня. Вот тоже по косметике, видишь, у нас такие вопросы, как бы комплексные. Вопрос. Я взяла пробники Королевский бархат, я не пользуюсь этими кремами, поэтому ничего не могу сказать, сразу говорю. Если вам пробники не подошли, просто не берите их. А вопрос к тебе. Какие кремы любит Аня? Аня сейчас находится в поиске. Но в этом году мне очень понравился крем для век Киллс. Мне очень понравилось масло ночное Киллс. Ну, в общем-то, мне Киллс в этом году очень понравился. Я наконец-то, как вы видите, у меня вот только два прыщика вскочило в этом месяце, и я наконец практически поборола вот это вот безумное вскакивание прыщей на подбородке. Нашествие прыщей. Нашествие прыщей, да. Сейчас у меня всё равно какое-то раздражение вот здесь, но я это всё-таки скидываю на маску, в которой я сплю. Надо, видимо, чаще её менять. Помните, мне не понравилась маска доктор Веб? Или кто он, как он? Не доктор Веб. Доктор Джат. Доктор Джат. Да. Аня сказала, что ей очень понравилось. Ничего подобного. У неё тоже пошло раздражение. От маски, в которой я сплю. Не знаю. В общем, вот здесь её надо просто, наверное, чаще менять, ещё чаще менять. Вот, поэтому я ещё борюсь здесь с раздражением, у меня почему-то здесь с раздражением, а вот на подбородке тьфу-тьфу-тьфу. Ну и наши благодарности. Я сегодня благодарна, что этот день прошёл очень плодотворно, я надеюсь. Что наступила ночь и перестал звонить телефон. Да. Я за это благодарна. Много звонков и очень серьёзных звонков. Которые, мы сегодня как диспетчеры работали. То одну проблему, то другую, то третью, то пятую, то десятую, что на нервы. Я очень рада, что этот день закончился. И очень благодарна, что звонки перестали. Это тоже. Хотя обычно больше всего звонков по понедельникам. Да. А сегодня суббота, у нас обычно в субботу такая тишина, благодать. Я отдыхаю, в воскресенье иду на работу. А сегодня просто сумасшедший дом какой. А сегодня я не отдохнула, и завтра я пойду на работу. Вот. Всё? Ты тоже, да? Да. Я говорю, что я... И мы обязательно с вами увидимся завтра. Пожалуйста, напишите ответ на вопрос Влада. Напишите, пожалуйста, ответы. Мы вас обнимаем крепко-крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.